Скользить на болиде Даниил Квят уже привык, а вот на лёд вышел впервые, поэтому каждый шаг автогонщика по дорожке страхует капитан женской сборной по кёрлингу. Небольшой инструктаж и первый неуверенный бросок камня. После нескольких попыток стало получаться. Попробовать себя в зимнем виде спорта вместе с Даниилом Квятом удалось и его тренеру. Фину Пересалмела лёд, в отличие от его ученика знаком. Он играл в хоккей, поэтому с лёгкостью свиповал камень, брошенный Квятом. Дворец большой, не предназначен для игры в кёрлинг. Впрочем, и состав участников двух команд был интересным. Профессионалы играли наряду с новичками, автогонщиками и представителями СМИ. На этой площадке не всё, как в классическом кёрлинге. Дорожка укрочена на 9 метров, до игра прошла всего один энд. Единственное, что здесь традиционное, так это вот эти слайдеры и камни. Вес каждого около 20 килограммов. Поэтому неподготовленному человеку правильно бросить камень, чтобы он зашёл в дом, крайне сложно. Тем не менее, новоиспечённые кёрлингисты показали неплохие результаты. Борьба жёлто-красных шла наравне. И только финальный бросок определил победителя. Со счётом 1-0 лидировала команда Квята. Не зря говорят, да, талантливый человек, талантливый по всём. Данила очень быстро всё схватил. И во многом благодаря его удачным броскам у нас получилось выиграть эту мини-игру. Знакомство с зимними видами спорта у автогонщика проходит уже три года подряд. До этого Даниил Квят пробовал свои силы в хоккее и бобслее. В следующем году, наверное, фигурное катание. Я не знаю, я шучу. Так что мне понравилось играть в кёрлинг. Очень впечатляющий вид спорта на самом деле. Тут очень нужна точность и концентрация. Концентрация понадобится автогонщику. И в ближайшие дни на Гран-при России в этом году будут представлены самые скоростные болиды. Даниил, напомним, выступает за команду Тора Росса. Кстати, сегодня же, в день рождения Квята, прошла презентация книги о его молодёжной карьере. Автор, спортивный журналист Олег Карпов подробно описал путь российского пилота от первых стартов до гонок Формули-1. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.